Девушки отдыхают Василий, нельзя изобразить чувство юмора и атмосферу. Какая же атмосфера царит на стадионе сегодня, особенно после этого гола. Голова кругом идет. Гол был забит через несколько секунд после начала матча. Воронин. Нужно собраться. Без ссоры, без споров, без риска защитник убивает мяч из штрафной площадки. Игрок тянет атаку на себя. Игрок подхватывает мяч на фланге. Будет ли навес? Вот такой футбол нам нужен. Защитник правильно на свою ситуацию решил не расковать. Верно выбран на направлении атакующего удара. Защитник убивает мяч. У его товарищей есть время перестроиться. Воробей. Тимащек. Вратарь вовремя спасил этот мяч. Мяч в воздухе. Ну вот, теперь придется все начать сначала. Судья сигнализирует об офсайде. Поймали нападающего на эмоции. Кто-то забыл, что все только уждут, как он окажется в офсайде. Так высоко начинает прессинг эта команда. И вот они, плоды мяч у них. Ударом защиты Дмудзи принадлежа. Смотрите, как ловко поймал мяч. Игрок подарил мяч соперникам. О, как их много. Что-то задумали. И это явное положение вне игры. А я знал, что они специально отрабатывают положение вне игры для этого уж больно быстрого нападающего. Великолепный длинный перевод. Хороший пас. Воронин. Балкибр спасает ворота. Но не по прежнему опасности. Это смертен. Временами, чтобы развить атаку, приходится ненадолго уйти в оборону. И вот угловой. Надо собраться. С мячом Воронин. Это реальный шанс. Радар работает как часы. Но предстоит теперь разобраться и с угловым. И арбитр показывает угловой. Мяч на фланге. Можно подавать. Игрок легко обходит соперника. Это гол. Команды поравнялись на счете 1-1. Представляю себе, как переживают соперники. Они же вели в счете. А теперь цифры на табло одинаковые. Ну что ж, мы видели несколько неудачных атак. Ворот от этого игрока. Но в итоге свой гол он все-таки забил. Замечательный пас. Воронин получает мяч. Команда двигается к воротам. И еще одна эффектная подача. Вот аща заболевает угловой. Атакующие решили давить число. Неколепный шанс забить гол. Ну спасает Галкиго. Игрок забирает гол. Команды лежат в счете 2-1. В перерыве, конечно, расслабиться не получится. Потому что перевес в один мяч – это только полдела. Они не пройдут. Лук сойдет. Вратарь дотянулся до веще. Будет выполняться удар от ворот. Отлично играет главой. Тимачок. Это почти гол. Вратарь демонстрирует высокий классный гол. А ведь это была очень опасная ситуация. И он не только спас ворота, а железно поймал мяч. Смертин. Это шанс на гол. Позиционно точно играет защитник. Мяч сам его нашел. Вратарь бросает мяч вперед. Так. Замечательно. Мяч уходит от ворот. Футболист бьет головой. Хороший удар. Защита обеспечила себе численное большинство. Почти на любом участке пыль. Можно играть. Да, повезло. Но без везения в футболе никуда. Тимачок. Ну же, давай. Я думал, нафиг на карту все те. Но увы. Ужасно, ужасно. Закончились первые 45 минут матча. Счет 2-1. Не торопится команда с развитием своей атаки. Это Смертин. И точный пас в разрез. Вся команда в атаке. Ну давай, мячом задеваться некуда. Мяч. Думаю, это не последний бой за игру. Счет становится 3-1. Но это работа профессионала. Нужно учесть общую ситуацию на поле. Предугадать действия своих, чужих. И, разумеется, точно пробить. С чужой ноги игрок запустил мяч прямо в ворота. Растет на глазах. Смертин. Нужно сейчас подержать мяч. Воронин получает мяч. Мяч и игрок смотрится как одно целое. Давай же! И мяч летит подальше от ворот. Какая возможность. Прекрасная защита. Смертин. Отличный пас вперед. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Удачный навес. Балкипер в свое время ликвидировал опасную ситуацию у своих ворот. Что ж, это аут. Это Смертин. Хорошая работа с мячом. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч? Мяч летит далеко вперед. Воробей. Прекрасный шанс забить гол. Но выдержал мяч. Это вратарь выбил мяч. Отличный пас. Похоже, команда поймала ритм. Игроки превосходно чувствуют друг друга. Остался один удар. Убил. Мяч летит блестящий на зоне. Атака с такой позиции просто обязана заканчиваться голом. Но тут голкипер блеснул мастерством. Смертин. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Ничего. Несколько минут назад он уже доказал, что умеет забивать. Сейчас переживем и промах. А ведь это была такая возможность забить. Что ж надо продолжать. Это соперник поддается давлению. Игроки перестраиваются для вбрасывания. У-у-у, как хорошо. Здесь нужен тонкий розыгрыш. И тогда атака может изменить счет. Промах. Но удаша была близка. Но один гольт он уже забил. Чего ему стыдиться? Хорошая мысль. Какой шанс. Сну же. И мяч выбивается из штрафной площадки. Остался только вратарь. Вратарь обладевает мячом. Классный пас. Игроки вошли в ритм. Воронин. По быхо атаке. Мяч поцелен. Красивый перевод мяча вперед. Неплохо. Ну же. Какой шанс. Увы, мяч попал в штангу. Угловой. Мяч идти к штрафу. И судья назначает еще один угловой. Точно играет футболист главой. С мягким свечом. Вратарь даже с места не сдвинулся. Вратарь накрывал этот мяч в любом случае. Уж слишком правильно он расположился в воротах. Не спать в обороне. В атаку пошла вся команда. Тимощев. Это атака смотрится голевой. Ну бей же. Игрок немножко за нож косил. Тут же потерял мяч. И мяч уходит на угловой удар. Как легко отобравить мяч нападающего. Четыре минуты есть еще у нас. Судя по жесту помощника судьи. Мяч на фланге. Будет ли подача? Ну вот. Ворота в безопасности. Защита получила передвижку. Пас. Класс. Судья, покажи, насколько ты способен. Зачем у тебя карточки вообще? Ну вот на поле возникла небольшая заварушка, которая заканчивается желтой карточкой. Это закономерно. Надо забивать. Гол. Да, для хозяев это серьезный удар. Болельщики на трибунах погрузились в гробовое молчание. Эта команда своего не упустит. Точный пас вперед. Дальний удар. Опасно. Игра окончена. Это был очень интересный поединок. Особенно если учесть, что соотношение сил к моменту начала матча было равным. Я думаю, вы не пожалели, что посмотрели такой замечательный матч, такую великолепную игру. Победить команду, равную тебе по силе и профессионализму – очень сложная задача. И сегодня она решена. Спасибо всем спортсменам. Спасибо Василию Соловьеву. Мне тоже, наверное, спасибо. Увидимся на следующем матче. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok